Песни, которые мы любим. Песни, которые мы вспоминаем. Песни, которые живут с нами. Программа «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Всем большой привет, дорогие друзья! Я действительно весна, и не только у нас на радио, а везде. И несмотря на то, что нынче сумрачное время, мне кажется, что мы найдем какие-то светлые моменты вместе с вами. Ну, например, уже которую передачу я говорю о книгах. Но настроение у меня такое книжное. Люди спрашивают, неужели вы это все читаете? Я читала, читаю и буду читать. Вот что я вам хочу сказать. И мне хочется сэкономить ваше время и рассказать вам о том, что меня, что называется, зацепило. А к некоторым книгам, будь мне побольше времени, я бы с удовольствием вернулась и во второй раз. Как научить себя читать, если вы никогда не читали? Ну, попробуйте хотя бы полчаса послушать через приложение или через телефон свою книгу. Вернее, книгу, которую я назвала и которая вам вроде как показалась любопытной. В общем, это так же, как с языками. Ну, а если вы любите читать так же, как и я, тогда мне вдвойне приятно, значит, я не зря здесь у микрофона. Именно так, друзья. Еще раз говорю, что если вы отправляетесь, например, на каникулы в долгожданный отпуск со своими детьми, обязательно в чемодан помимо плавок, купальника положите солнцезащитных очков и крема. Обязательно положите книгу. Потому что в аэропорту есть, но, во-первых, они там дороже стоят, а, во-вторых, не всегда то, что вам нужно. И сегодня рекомендую вам книгу, которая есть на Либе. Ее можно прочесть. И вот за четыре поездки на работу я ее ухлопала. Мне она очень понравилась. Это Нита Проуз. И называется книга горничная. Есть в русском варианте она вышла. The Mate. Ну, во-первых, для тех, кто слушает на английском или читает очень легкий язык. А, во-вторых, автор Нита Проуз, очень симпатичная женщина. Она является главным редактором Саймон Шустер. Если вы знаете, это издательство очень знаменитое, в котором я имею честь служить экспертам по русскому языку. Так что, если актеров надо научить правильно произносить те или иные названия городов или какие-то сложные слова, вот этим я занимаюсь. Очень известное издательство. Ладно, что это я о себе? Да о себе. Давайте о Ните Проуз. Видно, надоело ей читать чужие книги, и она решила сочинить свою. На мой взгляд, очень даже здорово. В прошлый раз я вам говорила о книге о японке Кардо, о магической уборке. Здесь уборки тоже будет много. Итак, Молли Грей работает горничной. Она никогда не видела своих родителей. Вот живет с бабушкой. Ну, вот бабушка умерла. И так ей тяжело и одиноко. И вообще она такая, она нелюдимая очень. Всего несколько человек в отеле к ней хорошо относятся. Но вот такая она, неразговорчивая. Она одинока в свои 25, и в свободное от работы время, конечно же, она смотрит детективные сериалы или собирает головоломки. Все было бы хорошо, и так бы она дальше и жила, если бы ее жизнь не превратилась в детектив. Убит постоялец отеля, богатый и могущественный мистер Блэк. И она, увы, по стечению обстоятельств, становится главной подозреваемой. И теперь ей предлагает жизнь решить исключительно важную головоломку или закончить свои дни в тюрьме. Легенький такой детективчик, еще раз говорю, небольшой, 4 поездки, особенно если вы едете, ну, например, куда-нибудь из Бруклина в Бронкс, так называемый ежедневный комьют, я думаю, что вам эта книжка очень даже понравится. Еще раз говорю, что я слушала на английском, что интересно, я посмотрела интервью с автором, готовясь к этой программе. Какое-то время до того, как стать редактором, Нита Проус работала с детьми Children with Disabilities, с особенными детьми, и вот какие-то черты она взяла у своих подопечных и рассказывает об этом очень интересно. Но самое главное, мне кажется, что почему так хорошо сейчас нам заходит в душу эта книга, потому что эмпатии у нас, мне кажется, поубавилось, и человек человеку волк, какая-то злость, особенно в соцсетях, все понятно, люди в стрессе. Но мне кажется, самая главная проблема, что вот мы судим иногда книгу, да, по обложке, и когда пришли детективы, сказали, да, конечно, она такая нелюдимая, она такая рассекая, она точно убила. Оказалось, все это, конечно, не так. И вот если вам захотелось легенький такой детективчик, The Mate, горничная, Нита Проус, и уже выбрали, конечно же, сразу же Голливуд охотится и Нетфликс за такими вещами, поэтому уже выбрали, кто будет сниматься в кино. Но, кстати, на Нетфликсе есть там про горничную. Вот кино по этой книжке еще не сняли. Там другая история, ну, тоже, по-моему, интересная, но я сейчас именно об этом. Итак, Нита Проус, дебют, один из самых ярких дебютов, The Mate, ничего такого исторического, но если вы любите детективы, как и я, если вам хочется отвлечься, то, пожалуйста, посмотрите и почитайте, уверенно вам понравится. Или прослушайте. Следующие книги, о которых я буду говорить, являюсь франкофилом, слово жуткое какое, но, тем не менее, люблю все, что связано с Францией, от лукового супа до лягушек, даже к ним привыкла, да. Еще мне нравится очень французский язык, но думаю, что, увы, в этой жизни французскую мову я не выучу. Пыталась, кстати, это сделать, а Конте учила в Ютубе. Считайте, считайте на французском. Вот только одно это слово у меня и осталось в голове. И сегодня я хочу поговорить о книге Жанны Галаковой. Если вы наберете в поисковой стороке ее имя и не знаете, кто это такая, то сейчас она, можно сказать, везде на всех заголовках, потому что 20 лет, проработав спецкором в Нью-Йорке и во Франции, решила отказаться, не может, дескать, больше быть винтиком пропагандистской машины. Кто-то ее хвалит, кто-то осуждает, дескать, что ж ты раньше этого не сделала. Ну, не нам судить. Кто не грешен, бросьте камень, да, как говорили в самой важной книге. А я хочу рассказать о ее книге, которую я читала. Она есть в свободном доступе очень давно. И если вы планируете поехать в Париж, когда наступит ваш долгожданный отдых, отпуск, или просто себе говорите, вот прочитаю книгу о Париже, соберусь и поеду, или вы там были, вам эта книга очень понравится, потому что иногда, как сказал классик, большое видится на расстоянии, а мне почему-то кажется, что еще глазами чужеземца иногда очень интересно, то есть такой незамыленный взгляд, очень интересно понаблюдать за местными обычаями и какими-то, ну, какими-то культурными особенностями. Так вот, кто-то когда-то сказал, что только в Париже можно страдать, но не быть несчастным. И вот очень тонко Жанна Агалакова рассказывает об этом городе. Еще раз говорю, книженция совершенно небольшая, есть в открытом доступе, я ее прочитала глазами. Так что представляете, представляете, что где-то тихо играет аккордеон, пахнет жареными каштанами, вы собираетесь в самые прекрасные музеи, или ловры, или в музей Дорсе, ну, в общем, как будто бы вы уже в Париже. Ну, кстати, даже узнаете, как там французские не пионеры, а бойскауты, не знаю, как они там называются, собирают лягушек. Они их потом едят? Нет. Лягушек, которые едят, собирают совершенно в другом месте. Своих лягушек Франция бережет. В общем, такие вещи, которые мы не узнаем, которые может, за которыми может наблюдать только человек, который прожил и в то же время не является носителем языка, не является человеком, рожденным в этой культуре. Книга мне очень понравилась, а может быть, я не объективно, все, что связано с Францией, мне обычно нравится. И идем дальше. Марк Галстон. Я уже рекомендовала вам, по-моему, книгу Just Listen. Сегодня рекомендую две книги How to speak to crazy people. И я бы ее порекомендовала, вы знаете, слушать в российском варианте, в русском, вернее, переводе. Почему? Потому что перевели ее несколько, как бы это я сказала, название такое видно, что продажи, как разговаривать с мудаками. Ну вот из песни слов не выкинешь, Марк Галстон, подруга у меня на работе, прочитала эту книгу, прослушала три раза. А я считаю, что ее сейчас нужно пять раз прослушивать, потому что человек, который всю жизнь занимается переговорами, переговорами со смертниками и со всякими плохими людьми, вот вызывают Марка, и он не только консультант, не только он коуч для огромных организаций, он еще и психиатр, и в своей книге другой, Just Listen, он тоже продолжает этот же самый разговор, что мы говорим лишь для того, чтобы услышать ответ, но не слышим этот ответ. В общем, все старо как мир, и я вам очень-очень рекомендую эту книгу, потому что совершенно Голстон рассказывает, как с людьми, с которыми, ну, невозможно, абсолютно невозможен диалог, и все-таки, как выйти победителем из деструктивного общения. И это тот вариант, книгу я читала и на английском, и на русском языке, где мне русский перевод понравился, ну, что ли, больше, не знаю. Очевидно, много плохих людей у переводчика вокруг, и он так приложил все свои силы, и перевод просто замечательный. Он, Голстон, делится самыми лучшими приемами до того, когда стучатся до иррациональных людей. Это не очередная мотивирующая книга в стиле Дейла Корнеги, хотя ничего плохого против Дейла Корнеги не имею. Просто имейте в виду, что он прибегает к этим методам, чтобы мирить враждующих коллег, спасать браки, а также, вот чем он занимался, я вам уже рассказала, Марк Голстон, «Как разговаривать с мудаками», и вторая книга «Just listen», тоже много очень там понятных и нужных вещей, особенно сейчас, когда мы абсолютно друг друга не слышим. И хочу немного об искусстве поговорить с вами, но, конечно, если у кого-то нашелся денек-другой, вы можете позволить себе пойти в Африк Коллекшн, что я рекомендую, который сейчас не в самом доме фриком Сталилитейного Короля, а переехала коллекция на Мэдисон, но очень удобно расположена, четыре этажа, я называю этот музей эрмитажем в миниатюре. Если вы можете пойти в Мэд, там потрясающие сейчас выставки, но я, конечно же, сразу на третий этаж к своим любимым импрессионистам. Кстати, наконец-то все-таки портрет Гаршина Ильи Ефимовича Репина тоже выставили, и тоже он там рядом, аккуратно, с моим любимым Ренуаром Мане и Ван Гогом. Но, если вы понимаете только такое искусство, скажем так, классическое, и непонятно вам абсолютно, ну как, как можно за банан, который приклеили скотчем к стене, отдать 120 тысяч долларов. Так вот, помогает нам в этом Уилл Гомперс. Ну, во-первых, он 7 лет проработал директором галереи Тейт, посещал величайшие музеи мира и малоизвестные собрания, бывал у художников дома. И вот он помогает людям всего мира оценивать работы художников, которые были созданы за последние 150 лет. До сих пор, конечно, спорят о черном квадрате Малевича и о Бенди Орхоле и этой банке. Ну, а что уж говорить об унитазе, который в каком году Марсель Дюшан? В 1917-м наш лысенький Володька делал революцию, а в это время Дюшан потряс всех с этим унитазом. Причем, второе место тогда занял Пикассо со своей прекрасной картиной. Я запамятовала, к сожалению, ее название. Ничего вам не скажу. Ну, в общем, что делает Уилл Гомперс в книге «Непонятное искусство» от Монеа де Бэнкси? Он дает читателям краткий курс культурных кодов-подсказок и позволяет им ориентироваться в художественном пространстве и разбираться, где пустышка, а где шедевр. Вы знаете, я не могу сказать, что я прямо так уж хорошо стала разбираться в современном искусстве, но после книги Марины Абрамович, которую я вам рекомендовала, еще нескольких книг по искусству, как-то все равно получилось у меня, ну, скажем так, в туфле художника кроссовки, а может, он босиком писал картины, залезть. Вот именно такое современное искусство. Написано, кстати, с юмором, что очень важно. Мне кажется, это очень несчастные люди, у которых нет чувства юмора, поэтому рекомендую. Уилл Гамперс это человек, который в этом разбирается и помогает нам в этом разбираться. Я бы вообще ордена таким людям давала, которые помогают популяризировать то, что обычный человек не понимает. А потом, глядишь, мы тоже с вами из обывателей сделаемся эдакими эстетами. И хотя разговор у меня про книги, не могу не посоветовать. Сериал «Инвентинг Анны», «Изобретая Анна», про аферистку, чего уж такого говорить, Анна Делфи, она также известна, как Анна Сорокина, которая под видом наследницы богатой немецкой семьи проникает в высшее общество Нью-Йорка. Ну, во-первых, она живая, здорова и как-то захватила, не то чтобы захватила меня сериал, я в это время еще какими-то там вещами занималась, но то, что человек сейчас где-то здесь отбывает наказание, самое главное, она до сих пор из тюрьмы, понимаете, любой месседж, как говорят, есть месседж, да, то есть любое послание человечества, это послание, особенно когда это скандал. Во-первых, я зашла на ее инстаграм, прочитала ее интервью в инсайдере, в инсайдере, и вы знаете, я знаю сама лично людей, конечно, не буду озвучивать, здесь, которые вот так могли выманить у кого-то деньги, огромные суммы, огромные суммы, так, откуда я знаю, ну, вот такая, то есть я была сытая, равнодушная, как в Швейцарии, не с той, не с той стороны, денег не получила, но увидела людей, которые вот так на голубом глазу могли пару миллионов, так сказать, человека уговорить, вложить в свое дело. Второе, это как мир, Остап и Бендер у нас не перестают появляться на свет божий, и вот интересно, что говорят, ее депортируют, хотя она делает все, чтобы этого не произошло. Опять же, смотрим работу журналистки, опять же, смотрим, как показывают русских людей, например, которые переехали в Германию, но самое главное, что вот после фильма, раз стала я сравнивать похоже, не похоже, ну вот, например, платья, когда она выступает в суде, сделали все, все такие же платья, как выступала сама Анна Сорокина. За 300 тысяч долларов Netflix она продала свою историю, сейчас дожидается, дожидается решения своей участи, ну а в Инстаграме уже у нее последователи или так называемые фолловеры, новое слово русского языка, есть, и она продолжает, продолжает цеплять внимание мира. Изобретая Анну, Инвентинг Анна, сериал на Netflix, ну, интересно, и вот такие они герои, герои в кавычках наших дней. Не знаю, постоянно ли все читают, говорят в Америке, некогда, 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 и еще раз утверждаю, что если полчаса в день читать во время того, как вы едете на работу, или уже уложили детей спать, или моете посуду, ведь, знаете, Агата Кристиан терпеть не могла мыть посуду, и взяла, вот, и стала за этим занятием сочинять детективы, и до сих пор является королевой детективов, с этим званием я абсолютно согласна. Вот интересно, посудомоечная машина, если бы была, была бы у нас, Агата Кристи, или нет, но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Детективы, это мои, так называем, мое «Гилти Плэжа», и я вам об этом уже много раз говорила, мне кажется, детективы любят очень многие, но еще мне очень нравятся книги, где происходит перемещение из, ну, например, герои вынуждены поменяться местами, как «Принцы нищие», и этот замечательный фильм, по-моему, «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи, тоже, кстати, веселое кино, но не кино сегодня, и, да, «Принцы нищие» у Марка Твена, ну, в общем, вот когда нужно в другое время или поменяться местами, в общем, какие-то герои попадают в какие-то непонятные обстоятельства, в другую жизнь, и поэтому я с удовольствием вам рекомендую, вот тут уже книга такая толстенная, я ее слушала, настолько она мне понравилась, что даже заказала, и мне ее привезли, здесь ее не было, «Карта времени», но вообще это трилогия, я прочитала только «Карту времени», но надеюсь добраться и до остальных, до двух других книжек, в принципе, их можно читать и отдельно. Вот, господина Уэллса я никогда особо не жаловала, потому что фантастика совсем не мое, но здесь он, вот самый настоящий Уэллс, он здесь появится, роман испанского писателя Феликса Пальмы, «Карта времени» можно назвать и историческим, и приключенческим, и научно-фантастическим, и детективом, и любое из этих определений будет верным. Но сначала о самом писателе. Писатель этот сначала работал таким, работал журналистом, работал креативным, в креативном отделе, ну, это, знаете, где сочиняют рекламу, дескать, кыш, тараканы, телефон такой-то там, или что-то такое, но на самом деле в моем послужном списке тоже такое было, это, знаете, хорошую рекламу. Придумать это тоже мозги нужны. Кстати, Феликс Пальма нам и показывает, что мозги у него точно есть. Но давайте все-таки вернемся к книге, которая стала бестселлером, переведена на многие языки, в том числе и на русский, и у него есть свой, естественно, фан-клуб. В общем, действие этой книги происходит в Лондоне в конце 19 века, в эпоху, когда важнейшие научные открытия заставляли людей поверить, что они способны достичь невозможного, ну, вот скажем, путешествовать во времени. Кто-то желал посетить будущее, кто-то, наоборот, побывать в прошлом. И вот именно над этими вопросами, можно ли вообще переписать историю, приходится задуматься писателю Герберту Уэллсу, когда он попадает в совершенно невероятную ситуацию, достойную сюжетов его собственных фантастических сочинений. Но еще могу сказать, что совершенно замечательное писание Лондона, трущоб, ну, не только Лондона, да, скажем так, то есть Диккенсом тут тоже, скажем так, попахивает. И за поем я прочитала книгу, несколько лет назад читала, ехала из Бруклина, ехала из Бруклина в Квинс, мне не так далеко нужно было. Смотрю, господи, открываю глаза, вернее, я с открытыми глазами, естественно, вожу машину, смотрю кладбище, думаю, мне еще рановато. Думаю, как я вообще сюда попала? Вот настолько, что даже забыла, куда ехала. Такое редко со мной бывает. Вот книга, эта книга, это мне, так меня зацепило, что я прям потеряла счет времени. Так что очень рекомендую «Карта времени», Феликс Пальма, здорово. Ну, и вообще, от сегодняшних реалий отвлечетесь. И опять я о еде. Ну, как не говорить о еде, тем более, сегодня мы уже затронули Париж, и, дорогие мои франкофилы, если вы так же, как и я, любите все французское, ну, справедливости ради можно сказать, что хорошие луковые супы здесь у нас в Дайнере можно найти, например, в ближнем Лонг-Айленде, да, и в Южном Бруклине тоже. Дочка любит, поэтому мы, у нас все строятся кулинарные наши вылазки, все вокруг лукового супа. Если у вас есть какие-то местечки, вы мне, пожалуйста, сообщите, я вам буду благодарна. Так вот, я вам рекомендую книгу, которую, кстати, можно подарить, поставить на полку. Знаете, все-таки есть же еще люди, которые приходят в гости и изучают корешки ваших книг. Что у вас на полке стоит. Хотя сейчас все можно в цифре видеть. Мне все равно как-то скучно в доме, где нет ни одной книги. Ну, я, конечно, ничего не говорю людям, ну, вот как-то непривычно. Так вот, сегодня я вам рекомендую книгу журналистки Анны Мах, которая называется «Мастеринг «Все не так». Она настолько любила пробовать французскую кухню и настолько являлась франкофилом и любительницей вин и сыров и лукового супа и лягушек и так далее, что она решила с юмором, опять же, написать вот со стороны человека, который не из этой культуры. Ну, а так как, мне кажется, что у этой нации все-таки на китайского происхождения это очень дотошные люди. Я преподаю азиатам и знаю, что вот усердие, дотошность это их конек, поэтому они завоюют мир, я так думаю. Ну, я так не думаю, но меня это бесконечно черта восхищает, потому что какое-то вообще, какое-то невероятное усердие. Ну, ладно, я отвлеклась. Давайте все-таки к гастрономическим баранам. Вернемся к нашим баранам, как говорят французы. И вот Анна Мах, она написала такую книгу, которая очень легко читается или слушается, на Либии есть. Я очень была удивлена, когда уже там где-то в середине книги узнала, что это писала не француженка. Она вот объясняет, как вот объясняет. Еще у нее есть, кстати, книга и про китайскую кухню тоже, но это меня не особо так уж интересует. Вот, небольшая такая княженца, очень красивая обложка, можно сделать кому-то подарок, между прочим, недорого стоит на Амазоне. Так что призываю вас в город, где можно страдать, но не быть несчастным, город огней, праздник, который всегда с собой, вот познать его через гастрономическое, через гастрономические предпочтения госпожи Анны Мах, жены американского дипломата. Ну и, конечно, «Гилти Плэжа», «Жоэл Диккер», без него, ну, никак я уже говорила об этих двух книгах, может быть, говорила, может быть, и нет, потому что они настолько мне нравятся, хотя я их прочитала давно, у меня в закромах памяти книжка осталась, эмоции книжные есть, и вот спешу вам поведать, что же, «Жоэл Диккер», во-первых, он красавчик, во-вторых, достаточно молодой, 85-го года рождения, и получил он широкую известность благодаря роману «Правда о деле Гарри Квеберта», и он получил целый ряд престижных международных премий. Молодым, кстати, написал эту книгу, и даже где-то детектив перекликается с его собственной судьбой. Самое главное, что, будучи швейцарским писателем, он летом находился здесь у нас в Америке, в штате Нью-Гемпшир, поэтому дело будет происходить у нас, и кто-то его стал ругать за эту, ну, скажем так, глубочную Америку, я этого не заметила, слушала с удовольствием. Мне, правда, показалось, что в какой-то момент все-таки где-то там, где-то ближе к концу книги отвлекся автор, пошел соляночки поесть или чего другого, лукового супа, не знаю, что там у швейцарцев самое вкусное. Немножко провисло, провисло действие, но потом все опять вернулось на круге своя, я с удовольствием прочитала и понимаю, почему все литератроведы в общем-то его хвалят. Правда, тут можно добавить ложку дегтя в бочку с медом, говорят о том, что это еще и умело организованная рекламная кампания, ну а что, слушайте, да, да, реклама – это полдела. Я не за рекламы слушала, человек, который мне порекомендовал, я прислушиваюсь только к тем людям, кого уважаю, потому что критики – это для меня абсолютно… Сначала расстраивалась, прочтешь какую-нибудь книжку типа «Тринадцатой сказки», а Лев Данилкин, знаменитый критик, пишет, ой, ну как люди могут читать это? Да! Я думаю, я могу читать, и даже очень нравится. Ладно, «Тринадцатой сказки», мои любимые, вернемся сюда. И еще один роман, который, кстати, сейчас продается, это «Загадка номера 622». Думаю, понравится, и он мне понравился даже больше, чем «Правда о деле» Гарри Квеберта. Читала давно, но еще раз говорю, такое книжное послевкусие отличное осталось. Тут вам и романовые, тут вам и плохие русские, а именно происходит убийство, убийство в очень шикарном таком на корпоративе швейцарского, на корпоративе швейцарского банка. Так вот, швейцарского банка, и тут, понимаете ли, пакет акций по какой-то загадочной причине, тот, кого убили, передал русскому богачу Синеору Таранголу. Вот у меня одни претензии к авторам детективов, если там плохие русские. Или Вася Иванов, или вот такой Синеор Тарангол. Ну, это же совсем вообще какая-то непонятная индийское имя и фамилия. Да. В общем, не оторваться. Очень советую читать, слушать это уж как хотите. Запомните это имя, если любите детективы, так же, как и я. Загадка номер 622, номер 622, Жоэль Диккер и вся правда о деле Гарри Квеберта. Хорошо, об этом я вам рассказала и еще хочу рассказать о книге небольшой, которую читала вот именно глазами. Кем была Ката Ломб? Наверное, только ленивый не знает, что Ката Ломб это знаменитый полиглот и написала, она из Венгрии, написала свою книгу очень-очень много лет назад, как изучать языки. Знала она 16 языков. В 1999 году, за 4 года до смерти, она начала учить еврит, после него хотела приступить к арабскому, но не успела. У нее так сложилось, что языки, это вообще была не ее дорога, немецкий ей давался с трудом, а желанный французский преподавался на столь низком уровне, что толку от занятий было очень мало. И в итоге девушка поступила на естественный факультет и начала изучать химию. Но после окончания университета, вот вдруг у нее проснулась тяга к языкам, и стала она учить английский, и потом прямо ее упорство затмевало все ее лингвистические недостатки. А я еще раз тоже говорю, как преподаватель языка, что самое главное мотивация. Нет людей, есть люди, конечно, более способные к языкам, тут я уж спорить не буду, но мотивация это великое дело, великое дело. Поэтому очень вам советую, если вы решили к весне выучить английский язык, например, то почитать эту небольшую книгу. Она, между прочим, когда стала изучать русский во время Второй мировой войны, она делала это тайно, используя русско-английский словарь «Мертвые души Гоголя». И уже в 1946 году, когда в Венгрию зашли советские войска, она устроилась переводчиком в канцелярию союзнической комиссии. Небольшая книга, но она, наверное, все-таки действительно делает свое дело и учит людей, учит людей, как все-таки сделать так, чтобы все-таки изучить язык, и чтобы это было, ну, скажем так, действенно, чтобы вы заговорили через год, через два, через три, у кого как получается. Еще раз говорю, она считает, что главное, конечно же, это мотивация. Будучи, если бы она жила в наше время, я думаю, что она добавила всякие аппликейшн, на которых можно изучать, но это так же, как чтением. Главное, себя замотивировать, полчаса в день этому уделять, и все тогда у вас будет хорошо. И еще одну книгу я сегодня хочу вам порекомендовать, даже, так скажем, немножко, не то, чтобы погрустить, а предыстория такая, что понятно, что сейчас идет война, но у нас здесь еще есть внутренняя война, это война с наркотиками. И я думаю, что, ну, это настолько страшно, я даже не думала, пока не коснулась этого моего ближнего круга, моих друзей, что это такая, ну, скажем так, эпидемия. И неизвестно, кого и как это коснется, и, конечно, самое страшное, это когда родители хоронят своих детей. Не думаю прямо, что уж эта книга так поможет, но это человек, который выкарабкался, и я думаю, что это подлинная история, плюс он заработал кучу денег на этой книге, называется книга Джеймса Боуна, это книга Джеймса Боуна, «Уличный кот по имени Боб». Я каждый раз вам рекомендую приложение «Либия», оно бесплатное, если вы живете в Нью-Йорке, то вы просто должны записаться в библиотеку, и вам там помогут настроить это приложение. Так вот, когда я еще в нем особо не разбиралась, и сейчас я убрала, к сожалению, русский язык, и слушаю только на английском языке, а тогда у меня были все языки, и вот мне попалась эта книжка. Уж не знаю, почему я ее стала слушать, а оказалось, что мимо меня прошла такая история, о которой слышал весь мир, потому что потом, после прочтения, я набрала в поисковике на Ютьюбе вот этого кота, увидела кота, увидела этого Джеймса Боуна, ну, в общем, они нашли друг друга под пасмурным небом Лондона. Это бездомный рыжий кот и уличный музыкант, который боролся в одиночку с наркозависимостью, и вот они стали рядом, он стал вот как-то, кот настолько был умница, что он понял, что у него появилось живое существо, и как-то поборол свою зависимость, обо всем об этом он рассказал в книге, но самое главное, что этот кот его сопровождал повсюду. Ну, во-первых, чудесное описание Лондона, вот, ну, а если вы котоманьяки, у нас есть катофилы, наверное, нет, как говорят собачники и кошатники, два жутких слова русского языка, так вот, вы тогда будете тоже в восторге. Язык, ну, не Тургенев и не Набоков, вы уж простите, но самое главное, так же, как и в случае с аферисткой Анной Сорокиной, это жизненная история. Потом он написал еще вторую книгу, которую я не читала, но если вы сейчас мне не верите, только если вы не за рулем, за рулем не набирайте, в Ютьюбе наберете Джеймс Буэн, то сразу же увидите фильм BBC про этого рыжего кота, надеюсь, он до сих пор здравствует, в 2012 году вышла эта книга, и могу сказать, что это очень светлая книга, и она может кому-то помочь, как мне кажется. Но уж к Коколе пошла такая кошачья тема, очень хорошо читать книги, если есть лишний свободный часик, в дождливую погоду, когда ваш кот клубком свернулся у вас, например, на коленях. Окунитесь в книги хотя бы на полчаса, хотя бы на 20 минут. И желаю вам, конечно же, бодрости духа, и встретимся, как всегда, в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Песни, которые мы любим. Песни, которые мы вспоминаем. Песни, которые живут с нами. Программа «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Программа «Нью-Йорк»